Аллилуйя Господь Что есть у нас мы отдаем Господь Божий И мы нуждаемся Потому что Ты есть добрый пасты Ты восполняешь наши нужды Ты заботишься о нас Господи И каждый день посылаешь нам пищу И каждый день заботишься Сохраняешь и защищаешь нас И мы хотим Тебе сказать спасибо То что Ты есть у нас Спасибо Тебе за Твою любовь Спасибо Тебе за Твою заботу Прими Господь Божий Эту благодарность Прими Господь это поклонение Сегодня Ты есть Царь Царей Ты есть Бог Богов На этой земле И все дышащее сегодня Оно славит Тебя И поклоняется Тебе И воздает Тебе славу Отец наш, Сын и Святой Дух И весь Божий народ скажет Аминь Слава нашему Господу Иисусу Христу Приветствую вас Дорогие братья и сестры Пожалуйста присаживайтесь Приветствую также всех тех Кто присоединился к нам онлайн Слава Богу за то что вы нашли время И вы вместе с нами в церкви Вместе с нами на служении Пусть Бог благословит вас Дорогие братья и сестры Как замечательно быть в Доме Божьем Аминь Слава Богу что у нас есть такая возможность Снова и снова быть вместе И я хотел бы прочитать одно местописание из Библии Давайте мы откроем 2 Коринфянам 8 главу С первого стиха И здесь апостол Павел он раскрывает Божье слово Он раскрывает как нужно заботиться друг о друге И о церкви Божьей С первого стиха читаем Уведомляем вас братья о благодати Божьей Данной церквям македонским Ибо они среди великого испытания скорбями Приизобиливают радостью И глубокая нищета их Приизбыточествует в богатстве их радушия Ибо они доброохотны по силам и сверх сил Я свидетель Они весьма убедительно просили нас Принять дар и участие их в служении святым И не только то, чего мы надеялись Но они отдали самих себя Во-первых, Господу Потом и нам по воле Божьей Поэтому мы просили Тита Чтобы он как начал, так и окончил У вас это доброе дело И как вы изобилуете всем Верую и словом И познанием И всяким усердием И любовью вашей к нам Так изобилуете и сею добродетелью Говорю это не в виде повеления Но усердием других Испытываю искренность И вашей любви Ибо вы знаете благодать Господа нашего Иисуса Христа Что он, будучи богат Обнищал ради вас Дабы вы обогатились его нищетою Я даю на это совет Ибо это полезно вам Которые не только начали делать сию Но и желали того еще с прошлого года Совершите же теперь само дело Дабы чего усердно желали То исполнено было по достатку Ибо если есть усердие То оно принимается Смотря по тому Кто что имеет Не по тому, чего не имеет Не требуется, чтобы другим было облегчение А вам тяжесть Но чтобы была равномерность Ныне ваш избыток В восполнении их недостатка А после их избыток В восполнении вашего недостатка Чтобы была равномерность Как написано Кто собрал много Не имел лишнего И кто мало Не имел недостатка Дорогие братья и сестры Здесь есть Божий принцип Который Павел объясняет церкви И он говорит Что были времена Когда Бог заботился О народе Божьем в пустыне Об еврейском народе И там наверное были те люди Которые были более активны Более быстрыми И когда мазанность небес сходила Они собирали И может быть те люди Которые не были такие активные Здоровые, сильные Они переживали Что им не достанется Я думаю, что мы живем в такое время Когда ты понимаешь Если ты в пять утра Не выехал за грибами То в семь утра В восемь их не будет Но в Божьем доме И в Божьей церкви Совершенно не так Написано Те, кто собирали мало Было достаточно Потому что Кто собрал много Делился с тем Что имел Здесь написано Давать из того, что есть Давать то, что у тебя есть Не предполагать И не думать Когда у меня будет много Но сейчас То, что есть у тебя Ты можешь восполнить Нужду И написано так Что они имели равновесие В своих скорбях В своих испытаниях Они были усердны В своем даянии И они ревновали об этом Сегодня очень много людей Мы просим за различные нужды Кто-то просит Чтобы Бог послал Мне нужны работники На предприятии В моей организации Еще где-то А есть люди А есть люди Которые ищут Сегодня работу И вы знаете В Доме Божьем Есть такие люди И те И другие И нам нужно Восполнять Нужды другого И когда ты найдешь Такого человека Который как дар Божий Который будет трудиться В твоем предприятии И ты скажешь Как нам не хватало Этого человека И так же этот человек Его нужда Будет восполнена Здесь сидят Очень много родителей И кто-то проходил Из вас такие испытания Когда у вас не было детей И вы просили И голды идут И кому-то Бог дал В эту возможность Сродить Но у кого-то Это чудо Еще не произошло Я хочу сказать Есть много детей Которые молятся И говорят Бог Пошли мне родителей Дай мне родителей Потому что у них Их нету И Бог Соединяет Одних с другими Если мы Открываем Своё сердце Может быть У тебя сын И ты никогда дочери Не покупал платье В церкви Божьей Есть возможность Подойди к молодым людям Подойди к команде Год для Иисуса К студентам Библейской школе Купи это платье Купи костюм Чтобы этот человек Молодой Мог приходить В воскресенье И служить Может быть Ты когда-то мечтал Чтобы твои дети Играли на музыкальных инструментах А они не играют Найди того человека Молодого в церкви Подростка Который желает Сильно учиться Чтобы славить Господа И он желает Прославлять Бога На домашней группе На служении Но у него нету Этого инструмента У тебя есть Великая возможность Послужить тем избытком Который есть у тебя Купи гитару Купи пианино Сделай что-то И ты переживешь Божью радость Здесь есть родители Аминь Вы радуетесь Когда у вас есть дети Это большая радость Это большой дар Великое благословение То что никогда Ничто не заменит их И мы будем с ними всегда Мы будем называть их детьми Несмотря в каком они возрасте были Так же и Бог О нас заботится Но он заботится Через других людей Он заботится Он посылает Добрых людей Которые способны Восполнять нужду И если ты говоришь У меня сегодня недостаток Значит у тебя есть что-то То малое Что Бог приумножит И ты можешь восполнить Чей-то недостаток Тем что у тебя есть Давайте мы поднимемся сейчас И первая наша корзина Наше даяние На миссионерскую работу Давайте будем жертвовать с верой Чтобы проповедь Евангелия продолжалась Это первая корзина И давайте мы ее запустим сейчас И так же наша вторая корзина Это наши десятины Это наше приношение Чтобы в Божьем доме была пища Тоже жертвуйте с верой И будьте верны Бог восполнит всякую нужду Так же я обращаюсь Ко всем тем людям Которые смотрят сейчас нас онлайн Вы можете пожертвовать Тремя способами Первый способ Зайти на наш сайт Церковь Новый Завет В городе Перми И выбрать кнопку пожертвования И пройти по инструкции Со своей карты Вы можете совершить это онлайн Если вы находитесь в городе Здесь Вы можете набрать телефон Горячей линии И сказать Пошлите к нам Служителей За десятиной За даянием И мы приедем к вам И третий способ На неделе Вы можете просто приехать В здание церкви И на вахте Установлен ящик Для даяний И вы можете Туда пожертвовать Пусть Бог Благословит Каждого из вас И давайте мы еще Поклонимся Господу И будем жертвовать Бог Да благословит Каждого Аминь Спасибо за просмотр! Я в молитве Подниму глаза И увижу красоту В небес Не тоскуй, а пой Моя душа Ведь с тобой небесный Наш Отец Слава Божия Я силен Слава Божия Истерен И лунг твоя Летит ко мне Слава Божия Моя душа И лети на небеса Оглонись небесному Слава Божия Слава Божия Моя душа Слава бог Поклоня Слава Божия Слава Божия Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Благодать за Твою милость, за Твои дары, за Твою заботу, за все, Господь, мы Тебя благодарим и превозносим. Ты наш Господь и Бог, и Тебе вся слава и честь и хвала. Боже, благослови каждого, кто сегодня обращается в нужде, кто приходит, Господь, и просит помощи, силы, кто нуждается в исцелении, Господь, молимся за все записки, которые сюда, Господи, были принесены, и просим, чтобы Ты пришел в каждую ситуацию, в каждую жизнь, чтобы Ты, Господь, коснулся и исцелил больных, немощных, тех, кто дорог нашему сердцу, те, о ком мы переживаем, молимся, просим Тебя, чтобы Твоя исцеляющая, спасительная благодать наполнила, Господь, исцелила. Ты знаешь все нужды, связанные, Господь, в наших, которые есть в семьях, которые есть в наших домах, которые есть нужды в церкви, Господь, все приносим пред лицом Твоим, уповаем на Тебя, ожидаем от Тебя помощи, силы, благодати и милости. Господи, благослови, Отец, прослався всемогущий Бог в каждом исцелении, прослався, великий Бог, в каждой жизни, в каждой душе. Господи, благослови Тебя пожертвования, приношения, Пусть та рука, которая сегодня открыта для того, чтобы жертвовать, будет успешна, будет успех, будет благословение, будет Твоя милость, Господь, будет Твое сопровождение, Господь, в жизни во имя Иисуса Христа. Пусть имя Твоя прославляется в проповеди Евангелия, в служении Господе Святым, в служении Церкви, Господь, пусть Господь Тебе будет хвала и слава, честь и величие. Благослови наших детей, Господь, благослови наших детей, храни, Господь, их от всякого рода зла, чтобы наши дети знали Тебя, служили Тебе, чтобы они, Господь, слышали Тебя, чтобы они обращались Тебе в молитвах, Господь, и чтобы с ранних лет они, Господь, обращались к Тебе и познавали Тебя. Храни наших детей от всякого зла, от поражения вирусом. Храни, Господь, в школах, храни на дорогах, храни, Господь, на всяком месте. Боже, Тебе я воздаю славу и честь. Ты наш Господь, во веки хвала Тебе, Отец и на Святой Дух. Аминь. Приветствую всех, братья и сестры, присаживайтесь. Дети, можете пройти в фойе, и вас проведут в воскресный класс. Кто пришел с детьми, если есть дети. Слава Богу за этот день и эту возможность, когда мы можем быть вместе. Знаете, у нас всегда есть необходимость приходить в Божье присутствие, быть в церкви, быть вместе. Кто присоединился к нам к служению онлайн, мы всех приветствуем. Также и те, кто сегодня имеет возможность посетить церковь. Слава Богу за каждого из вас. Сегодня буду проповедовать на тему нечетной благодати. Место Священного Писания записано 2 Коринфянам, 6 глава, 1 стих. Апостол Павел говорит. Давайте мы обратимся, прочитаем. Мы же, как спаспешники, умоляем вас, чтобы благодать Божья нечетно была принята вами. Мы не пытаемся, друзья, показаться вам какими-то странными или, может быть, кого-то удивить посланием, проповедью или еще чем-то. Но наша цель в том, чтобы служить вам искренне в тех истинах, в тех наставлениях, которые сегодня есть в Священном Писании, которые являются главными, от которых зависит спасение человека. И то невежество, которое проявляется сегодня в христианском мире, оно очень, очень с печальными последствиями может быть. Недавно я разговаривал в одной таком молодом сообществе на тему благодати и задал вопрос, что, по-вашему, такое благодать? И мне ответили, что благодать – это дар, это незаслуженная милость. Ну, в принципе, это то, что звучит всегда, это то, что мы знаем, в чем мы абсолютно уверены, в чем мы не сомневаемся, что мы утверждаем, провозглашаем. Но это не все, что сказано в Священном Писании о благодати Божьей. И вот это, как я уже сказал, христианское невежество по отношению к благодати, оно самое трагичное. Почему? Потому что погибнуть с Библией в руках, согласитесь, это самое страшное, что может быть для человека. Иметь Священное Писание, не читая его, не зная, что такое благодать Божья для твоей жизни, и направляться туда, куда не хотел бы – это самое печальное. Поэтому пусть Бог поможет нам быть внимательными, особенно, когда мы провозглашаем великие истины Священному Писанию, в чем мы не должны сомневаться, в чем мы должны стоять, утверждаться и провозглашать. Особенно в последнее время, когда где-то там на полях интернета слышно, что уже дошло до того, что говорят, что вот ты придешь на небо, а Христос встретит тебя, даже если ты умер, ну не успел тут покаяться, а тебе там предложат якобы, ну хочешь принять спасение. Уже доходит до такого даже. Поэтому нам надо быть очень внимательными, осторожными с тем, что мы слушаем, но нам нужно со всем смирением, со всем рвением, со всем желанием вникать в себя, в учение, заниматься этим постоянно. Господь сказал – исследуйте Писания, потому что через них вы думаете иметь жизнь вечную, а они свидетельствуют обо мне. Учение о благодати крайне важно сегодня, потому что дьявол покушается на него. Есть, я бы сказал, две обочины. Одна обочина, когда сегодня люди, которые думают, что они под благодатью, мне все можно, Бог все у меня простит, Господь, я могу приходить к Нему, Он меня простит, все равно я могу жить, как хочу. Это что-то напоминает учение Николаитов. Помните, когда утверждали, что тело все равно, оно Царство Божие не наследует, плоти и кровь, поэтому можно грешить, а там Дух все равно будет спасен. Это вот оттуда ветер дует. Это не новое, это очень древнее учение, но мы с вами понимаем, что учение благодати, оно не в этом. Это не означает, что если я под благодатью, то я то, что хочу, то я делаю и пользуюсь той свободой, которую дал мне Бог. Да, мы понимаем, что есть свобода, и Бог освободил нас от определенных вещей, и прежде всего от греха. Но это не означает, что мы не несем никакой ответственности в жизни. И другая обочина, когда как раз закон был искажен религией, так скажем, когда в Новом Завете Иисус обличал книжников-фарисеев, а как они исказили заповедь? Человеческими учениями и постановлениями. Они добавляли, они что-то делали, добавляли, приписывали к закону много разных вещей. Когда мы читаем Ветхий Завет, мы находим и видим Бога, который открывается нам. И Он открывается в Новом Завете и в Ветхом Завете. И то, что Бог открывается нам в Новом Завете, Бог любви, Бог милости и благодати, это не означает, что тот Бог, который в Ветхом Завете, Он как-то противоречит. Бог полон милости и любви. И милость, она превозносится над судом. Но тот Бог, Он не изменился, Он тот же справедливый, святой. Он также говорит нам с вами сегодня, как церкви, будьте святы, потому что Я свят. Если вы читали 4 книгу Царств, 1 главу, вы найдете такую историю, где Илья, он поднялся на гору, а царь нечестивый хотел его увидеть. И он послал 50 воинов. Помните, кто-то читал эту историю? Они пришли и говорят, Илья, сходи с горы, потому что царь хочет тебя видеть. И помните, что произошло? Огонь сошел с неба, и не стало этих 50 человек. С неба сошел огонь. Царь посылает снова 50 человек, они приходят и говорят, Илья, ну давай слазь с горы, царь хочет тебя видеть. Огонь снова сходит, и этих 50 раз не стало. Друзья, я хочу спросить у вас, как вы думаете, тот Бог, который был в Ветхом Завете, он сейчас перестал быть? А помните, в Новом Завете написано, что страшно впасть в руки Бога Живого, потому что Бог наш есть огонь поедающий. Это написано в Новом Завете. Но вместе с этим мы должны понимать, что Бог любит миловать, принимает всякого грешника, и благодать, и милость, которая явилась через Иисуса Христа, это милость, которая нам оказана, это дар, это незаслуженная милость. Поэтому сегодня я не буду говорить в контексте, ну, послания к римлянам, 6 главы, 7 главы, где апостол Павел очень много говорит, вы дома почитайте, изучите эти главы, где говорится именно, что означает, что мы под благодатью, но не под законом. Это наше новое качество. Я бы хотел сегодня вот о чем с вами поговорить. Я хотел бы поговорить о благодати немножко, несколько тезисов в контексте закона и сказать о благодати в контексте принятия наших дел и нашей жизни. Что означает быть под благодатью, когда Бог принимает наши дары, наше служение, нашу жизнь. И что нужно для того, чтобы благодать была действенной в моей жизни. Практически такие моменты, которые мы посмотрим в Священном Писании, чтобы она не была, как апостол Павел говорит, тщетной в моей жизни. Самая, как я уже сказал, печальная для христианина, когда благодать Божья вдруг оказалась тщетной. Я надеюсь, друзья, что мы с вами, как говорит Писание, в лучшем состоянии. Но мы должны помнить, в послании к евреям в 12 главе, 15 стихом написано, наблюдайте, чтобы кто не лишился благодати Божьей, чтобы не было между вами какого блудника или нечестивца, который за одну снеть, как Исаава, отказался от своего первородства. Он отказался, пренебрег. То есть единственная причина, когда человек оказывается вне благодати, мы находим здесь это пренебрежение. И мы вкратце посмотрим на это. Итак, благодать в контексте закона. Вы знаете, в Евангелии от Иоанна в первой главе написано, закон был дан через Моисея, а благодать и истина произошли через Иисуса Христа. Так вот, мы не должны рассматривать этот стих как альтернативу. Здесь не говорится о том, что вот если закон был дан на какое-то время, но сейчас как бы Бог увидел его несовершенным, то пришла благодать и истина. Нет, там так не написано совершенно. Если некоторые, может быть, так и думают, что закон, значит, был несовершенный, получается, Бог несовершенный. Получается, закон, который Он прописал, и причем эти десять заповедей, которые Моисей получил там на горе сверхъестественно, это значит, что Бог ошибся, что ли? Или там в этих заповедях какие-то что-то неточности или еще что-то? Нет. Мы бросаем на тень Божьей святости его совершенства. Заповедь, как говорит Писание, она осталась святой, она осталась неизменной. В Иудейской торе 613 заповедей, которые они исполняют. Так вот, все заповеди, которые есть в Священном Писании, которые есть в нашей с вами Библии, они даны нам для жизни, они неизменны. И изменил ли Иисус Христос закон, когда Он говорил, слышали, что сказано древним, не убивай. А я говорю вам, что всякий, кто гневается на брата своего, подлежит суду. Напрасно. То есть, Господь никак не отменил этим закон. Мы видим, что те заповеди, которые Господь говорил на горной проповеди, которые нам даны, и, как говорит апостол Павел, как бы подытоживая, подводя такую красную черту, указывая на главную суть благодати, что весь закон заключается в чем? В одной единственной заповеди «Возлюби ближнего твоего», «Возлюби Господа», «Возлюби ближнего твоего». В этом вся суть закона. То есть, мы с вами понимаем, что если мы научимся ходить в этой любви, которая говорится в Священном Писании, мы исполняем весь закон. А это возможно только тогда, когда нам дана эта благодать. Вот на что я хотел бы посмотреть вместе с вами. Смотрите, друзья, послание Титул 2.11 написано, очень внимательно, давайте послушаем, написано, «Ибо явилась благодать Божья, спасительная для всех человеков, научающая нас, чтобы мы, отвергнув нечестие мирские похоти, целомудренно, праведно и благочестиво жили в нынешнем веке, ожидая блаженного упования и явления славы великого Бога, Спасителя нашего Иисуса Христа». Вот назначение благодати. Она нас учит, чтобы мы отвергли мирские похоти, целомудренно, праведно и благочестиво жили в этом нынешнем веке. Она нас учит жить, она дает нам силу, она нам дает силу на то и способность на то, чтобы мы могли исполнить то заповедь, о которой Господь говорил, «Возлюбив Бога и возлюбив ближнего». Друзья, я думаю, что мы все понимаем тот факт, что без Бога, без Его благодати, если Бог нам не даст силы, мы не сможем любить ближнего так, как Бог от нас ожидает. Согласитесь со мной. Если Бог нам не даст этой способности или вот этой вот благодати, то мы не сможем отвергнуть мирские похоти, мы не сможем что-либо изменить в себе. Мы не сможем. Поэтому в контексте закона мы говорим, что Иисус не то, что отменил закон, упразднил его, но закон закончил свое действие. Закон в свое время, он угрожал тебе наказанием за нарушение заповеди. Он нес последствия, но не давал тебе силы исполни то, что от тебя и меня требовалось. Закон, как солнце, которое светит, и он светит до такой степени, что наша жизнь греховная, это как навозная куча. И кроме разложения ничего в этой куче нет. Она воняет, эта жизнь воняет, разлагается, а ничего не может сделать. А благодать Божья, это как раз та сила, которая поднимает нас восстанавливает нас через Иисуса Христа, прощает наши грехи, чтобы мы жили уже другой жизнью во Христе Иисусе. Но не об этом я хотел бы сегодня говорить. Две цели, которые благодать для нас, мы уже увидели, изменить нас, нашу природу. И вторая цель, чтобы мы могли совершать такое служение, такие дела, которые Бог сможет принять, которые угодны Богу. Каждый человек мечтает о том, чтобы, когда я приношу Богу что-то, чтобы Бог принял это. В Ветхом Завете, помните, как тщательно священники отбирали этих животных, без пятна, без порока, чтобы это было жертвой благоприятной. Каждый человек мечтает о том, чтобы, когда ты приходишь к Богу с хвалой, с поклонением, поднимаешь чистые руки, когда ты молишься, чтобы молитва твоя была что? Услышана и отвечена. Если мы что-то делаем, какие-то дела, помогаем бедным, служим церкви, делаем что-то, чтобы это радовало нашего Господа. А как это возможно? Через Его же благодать. И помните, как Павел писал первым Коринфянам 15.10? Я вам прочитаю. Но благодатью Божью есть то, что есть. И благодать Его во мне не была тщетна, но я более всех их потрудился. Не я, впрочем, а благодать Божья, которая со мной. Смотрите, Павел и грамма не дает себе похвалы и славы. Он все отдает Богу. Он говорит, не я, это Божья благодать. Павел понимал принцип Божьей благодати, чтобы то служение которое Бог принял, которое нравится Богу, Он не смог бы дать такое служение. Господь сказал, без Меня не можете делать ничего. Без Его благодати, без Его мудрости, без Его того, что Он дает нам, мы не сможем принести Ему такое служение, которое будет угодно Ему. И этот принцип очень хорошо понимал Давид. я немножко позже прочитаю это местописание, это 1 Паралипоминон, 29 глава, 14 стих. Друзья, мне вопрос принятия, это очень важный вопрос. Каждый человек, как я уже сказал, хотел бы, мечтал бы, чтобы Бога радовал его жизнь. Что вот Бог смотрит на тебя, ну прям радуется. Вот мой сын идет в церковь, вот моя дочь, она сейчас будет молиться. И как апостол Павел говорил, помните, что вы письмо Христово благоухание. Вот такая жизнь возможна только под действием Божьей благодати. То есть, если Бог дает нам вот свою благодать, мы ее принимаем, и она нещетна, наша жизнь меняется, преображается. Если мы пренебрегаем этими средствами Божьей благодати, как церковь, общение, Библия, молитва, мы пренебрегаем, тогда наша жизнь становится другой. И вот вопрос принятия, мы порой свои дела не можем принять. Построил человек дом, дом своей мечты, и проект выбирал там, и с друзьями, и с женой, и со всеми выбирал, построил, год пожил, смотрит, и тут не так. И там не так, и туалет не там, и спальня не там, и это мало места, и тут не так сделал. Все смотрят, думают, так нормальный дом. А для тебя, то есть, нам даже свои дела трудно принять. Купил себе костюм, ботинки, вроде все нравилось, походил, походил, там не так, это не так. Ты же сам выбирал. Живем в семье, в браке, выбрал себе супругу, а потом смотришь, а она и есть не так, и говорит не так, и не то говорит, и это не так. Это наш выбор. Друзья, но когда мы говорим о том, что мы хотим делать такие дела, чтобы Бог принял, чтобы Он радовался, какие же это должны быть дела? Они должны быть без примеси, гордости, тщеславия, эгоизма, желания прославиться, сожаления, жертвовать сожалением или жадностью, или еще чем-то. Богу это не нужно. Он это не принимает. Как бы нам не нравилась эта истина, но это так. Поэтому апостол Павел говорит, огонь испытает дело каждого. Это означает, что огонь, испытание нашей жизни, наших дел, Он отделит вот это все в нашей жизни. Бог часто проводит, заметьте, нас через огонь для того, чтобы в нашем служении, в нашем хождении отделить нашу гордость, нашу тупость, наше вот это вот желание прославиться. Когда мы где-то помогаем кому-то протрубить перед собой, отделить от нас. И почему там Павел как бы квалифицирует дела, помните, все, что из дерева, сена, соломы, оно что? Сгорит. А с драгоценных камней, золота, оно все устоит. У кого дело сгорит, потерпит урон. Библия говорит так. И вот Давид, он понимал вот этот вот принцип благодати, 4 царств, простите, 1 параллельпоменон, 29 глава, 14 стих. Смотрите, как Давид молится. Ибо кто я и кто народ мой, что мы имели возможность так жертвовать, но от тебя все и от руки твоей полученные мы отдали тебе, потому что странники мы при тобой и пришельцы. Давид собрал пожертвования, никто не собирал никогда такого пожертвования. Кто-то посчитывал это миллиарды долларов на строительство храма, там столько золота, столько серебра, слоновой кости, столько всего, чтобы построить храм. И смотрите, как он говорит, Господи, кто я такой и мой народ. Он не говорит, Господи, вот мы наконец-то собрали это для тебя. Вот мы пытаемся тебя удивить нашим пожертвованиям. Бога, ты не удивишь пожертвованиями. Бога, ты удивишь только искренностью своей и верой. И вот он понимал, и это вот в этом-то вся истина. Давид сказал правду, он не преувеличил ничего. Он понимал, то, что он пожертвовал, он получил с руки Божьей. И теперь у него такая хорошая возможность все это дать Богу. Господи, мы даем тебе для твоей славы. Смотрите, сколько смирения в этих словах. Кто я и кто мой народ, что мы могли так жертвовать. Обычно люди, когда жертвуют, вот я пожертвовал, ну это я построил, это я вложил, это я помог, это я вот, и так мы так, знаете, не означает, гремим медальками. А Давид говорит, Господи, слава тебе, что ты принимаешь от нас, потому что для нас это такая велик, самое главное для меня, что ты принимаешь. Вопрос принятия. Вопрос принятия. Бог, принимает ли Бог мою жертву? Апостол Павел говорит, братья, умоляю вас, милосердием Божьим. Представьте тела ваши в жертву живую, благоугодную Богу для разумного служения вашему. Что-то саморазумное, потому что Бог ожидает от нас таких действий. Потому что Бог принимает искреннее сердце, которое желает служить Ему, которое желает отдать, все, что мы можем отдать Богу, это наше сердце, нашу жизнь. Вопрос принятия. И что хотелось бы еще сегодня отметить, говоря о благодати. Что нужно для того, чтобы благодать Божья была действенной в моей жизни? Итак, мы увидели, что самое наше большое искреннее желание служа Богу, чтобы Бог принимал наши дела, наше служение, наши молитвы, наши даяния. И мы увидели, с вами, что это возможно, когда мы ходим в отношениях веры с Богом и благодать Божья действенная в нашей жизни. Мы принимаем от Бога силу, мы принимаем от Бога и мы отдаем Богу. Четвертая книга царств, шестая глава, с первого стиха, читаю. Сказали сыны пророков Елисея, вот место, где мы живем при тебе, тесно для нас. Пойдем к Иордану, возьмем оттуда каждый по одному бревну, сделаем себе там место для жительства. Он сказал, пойдите. И сказал один, сделай милость, пойди ты с рабами твоими. И сказал он, пойду. Пошел с ними и пришли к Иордану, стали рубить деревья. Когда один валил бревно, топор его упал в воду и закричал он. И сказал, а господин мой, а он взят был на поддержание. И сказал человек Божий, где он упал? Он указал ему место. И отрубил он кусок дерева, бросил туда и сплыл топор. И сказал он, возьми себе. Он протянул руку свою и взял его. Это история, которая как раз указывает нам с вами как иллюстрация или прообраз действия Божьей благодати. Вот эти сыны пророков, о которых здесь говорится, здесь нет их имен. Но я хотел бы подчеркнуть как раз те условия или качества этих людей, которые споспешистовали тому чуду, которое произошло в их жизни. Вот заметьте, друзья, что здесь говорится, что в первом стихе пришли, это была библейская школа, пророческая. Наверное, после того, как Геезия не стала рядом с пророком, они пошли в себе библейскую школу надеждой на то, что вот они будут служить с таким человеком Божьим, как человеком Божьим, который был с ними, Елисей. И вот тесно для нас, то есть комнатушки маленькие, условия плохие, число учеников выросло, им стало тесно, и они говорят, пойдем, попросим благословения, спросим у Отца нашего. Первое, что хотел бы отметить, смиренные люди. Тесно, но они не требуют себе там каких-то шикарных условий, вот я привык, вот так жить, мне подавайте вот так, вот я хочу так, нет. А смотрите, что они, нам по бревнышку бы, чтобы как-то улучшить жилищные условия. Они не просили там каких-то идеальных условий, по бревнышку. Они были бедными людьми, но это не мешало им служить Богу. Они были настолько бедными, что не то, чтобы кого-то нанять на эти работы, они даже инструментов не было, топора не было. Ну кому сейчас трудно купить топор за 300 рублей? А представляете, в то время, если этот ученик, он потерял топор, он слетел, видимо, еще топор такой был, что, знаете, с топорища слетел в воду, и он запереживал весь. Увы, что мне делать? Надо же возвращать. Представляете, были бедными, но это не мешало служить. Сегодня многие христиане, я не могу служить Богу, я работу потерял, у меня то, у меня семья, у меня куча детей, у меня это. Все-все всегда мешает служить Богу. Это условия для действия Божьей благодати. Начни служить, когда нет денег, когда трудно, когда, может быть, в семье у тебя плохо, с жильем, начни служить Богу, когда трудно. Они были людьми, которые были послушны тому, кто был с ними. Будь послушен, может быть, мне это не пристало говорить, как пасторам, своим служителям, пасторам. Они получили разрешение и благословение, и пошли работать. Сейчас такое поколение, что не нужен ни пастор, ни отец, ни мать. Сам знаю, мне не нужны ваши советы, не нуждаюсь. к родителям, наставникам, учителям. Это не несет благословение. Это условия, чтобы благодать Божья была действенной твоей жизнью. Те, которых Бог поставил, прислушивайся. Они пошли, топор слетает, этот в отчаянии прибегает, говорит, что случилось? Топор потерял. Елисей отрубил кусок палки, бросил, он всплывает. Подобным образом благодать Божья способна поднять тяжелое и ожесточенное сердце туда, где Бог желает тебя видеть. Другая истина, задача для того, чтобы изменить себя человеку неподсильно. То есть, то, что произошло с топором, когда он всплыл, это противоречит всем законам. Это чудо произошло. Это вмешательство Божье произошло. Никто не видел такого, чтобы топор всплыл с воды. И вот это вот чудо, оно равносильно тому, что Бог делает через свою благодать в твоем, моем сердце. Вот эти условия, которые мы с вами сейчас посмотрели, в котором нам нужно ходить, достигать, и вот эти качества приобретать, простые, несложные для нас, но они обеспечивают вот это простое послушание действию Божьей благодати в тебе и во мне. Мы тогда начинаем меняться. Тогда топоры всплывают в сердце. Тогда то, что невозможно, чтобы изменить в сердце, в характере, где-то в жизни, оно происходит, и мы называем это чудом. Вы слышите меня, друзья? А как иначе объяснить это чудо? Были простые люди, бедные, но они были смиренными, они не жили в иллюзиях, они не были ленивыми, они не лежали, они работали. И они были послушны тем, кто был рядом. И когда случилось, Бог совершил чудо. И в нашей жизни действия Божьей благодати мы должны дать этому предпосылку. Мы должны постараться своей страны сделать несколько шагов тому, чтобы вот эта благодать, которая сделает невозможное, вернет тебе топор, чтобы ты мог трудиться. И как говорил апостол Павел, я больше всех потрудился, чтобы Бог дал тебе ту благодать и способность принести такие плоды в Царство Божье. И твое служение будет угодным Богу. И даже если тебя не станет на этой земле, и когда однажды жизнь закончится, то твои дела будут прославлять Бога. Апостол Павел имел дерзневение сказать, я более всех потрудился. Он не хвастается. В чем? В том служении, которому он нес. Потому что он насаждал много церквей. Он написал 14 посланий. Он много сделал. Хотя некоторые сегодня дерзят и стараются там апостола Павла называть там, да, Павел еще так не знал о Божьей благодати. Потому что Павел говорит, я, чтобы не превозносился чрезвычайностью откровений, дано мне жало вплоть. То есть Павел даже не стал делиться всеми откровениями, которые он имел. Бог ему сказал, хватит, вот это поделись, а вот этим не надо тебе уже делиться. Это для тебя, Павел. И Павел говорит, что вот то, что мне повелено сделать, я сделал. То, что Божья благодать сделала во мне, я сделал. Кто без нас не хотел этого, друзья? Мы все хотим этого. Мы все хотим, чтобы благодать не была тщетна. Мы все хотим, чтобы то, что Бог трудится над нами, а это так. Дела именно так обстоят. Бог трудится, как над смоковницей, дает нам это. Те, которые, как, знаете, Писание квалифицирует под законом, они этого не имели. В ту эпоху этого они не имели. Им не было дано этой привилегии, которую есть у нас. Мы под благодатью. У нас есть общение с Святым Духом. У нас есть церковь, сообщество святых, людей, где мы собираемся, служим друг другу. У нас есть молитва, и мы приходим к престолу Божьему. У нас мы не нуждаемся в посредниках, как нуждались люди, которые жили в ветхом звете. Мы приходим, мы царственное священство, мы приходим к Богу, и у нас отношение уже с Богом не как судьей, если говорить буквой закона, но у нас отношение с Богом как с Отцом, а это другое. Это благодать Божья. У нас есть кровь Иисуса Христа, которая омывает, очищает нас, и которая позволила прийти нам в Божье присутствие, вообще быть в Божьем присутствии. Почему так часто апостол, и он говорит, я умоляю вас, смотрите, братья, чтобы благодать Божья не была тщетна. Чем были обеспокоены пастыря тех дней, чтобы кто не лишился Божьей благодати. Нам нужна церковь, нам нужно общение, нам нужна молитва, нам нужно Слово Божье, нам нужны библейские школы, нам нужно служение друг другу. Нам это необходимо, потому что это средство Божьей благодати. И если я буду пренебрегать этими средствами, то я рискую. Так или нет? Я рискую. Поэтому нам важно понимать и в контексте современного современного мира, когда дьявол пытается извратить это учение о благодати, нам нужно понимать, что Бог, как говорит апостол Павел, хотя я прочитал в начале стих во втором Коринфянам 6,11, но я хотел бы, чтобы мы с вами запомнили к Титу послание 2,11, где Павел говорит, явилась благодать Божья, спасительная для всех человеков и научающая нас, чтобы мы отвергнули нечестие, мирские похоти, целым, мудренно, праведно и благочестиво жили в нынешнем веке, ожидая его явления. Пусть Бог поможет нам, друзья. Учение о благодати, оно вообще, вот это истинно, оно так касается нашего сердца, что первое, что возникает в нас, это большая благодарность Богу, это, конечно, большое облегчение для нас, что мы не связаны, знаете, тем, что были связаны люди, которые жили в другую эпоху. Как Павел писал, вы не под законом, да, мы, Иисус разрушил узы греха нашей жизни, Он дал нам свободу, но Писание вместе с этим предупреждает, чтобы свобода не стала для вас не послужила тем, чтобы мы начали угождать своей плоти. А, к сожалению, это происходит. Но этого не должно быть. И второе, что происходит с нами, когда мы понимаем и принимаем эту истину, это благоговейное состояние перед Богом, потому что мы с вами понимаем, что мы не заслужили этого, а это такой огромный подарок для нас от Бога. И с другой стороны, мы прилагаем, может быть, усилия, но эти усилия, как вот мы представили, эти пророки, сыны пророков, что они делали? Они просто были послушны, делали то, что мы делаем эти несколько шагов, а Бог в виде наше желание, искренность, веру, Он компенсирует это во много, во много, во много раз больше. Он воздает нам гораздо больше. И принцип благодати и умножения в нашей жизни, он есть. Когда мы переходим от силы в силу, как Павел говорил, от веры в веры, от славы в славу, это ступени благодати Божьей. Когда ты сражался с одним великаном и победил, и ты идешь дальше, и жизнь снова бросает вызов, и мир бросает вызов, и сатана, и грех, и искушение, а ты преодолеваешь это все Божьей благодатью. Потому что Он дает тебе, дает тебе снова и снова, снова и снова. И если б не Божья благодать, если б не Господь в своей милости к нам и не дал нам эту силу, где б мы были, друзья, только по Его милости все и по Его благодати. Мы должны это осознавать, мы должны это свято хранить сердце. Мы должны это утверждать, и мы должны хранить это. Как я уже сказал, особенно в эти дни, в эти времена, когда пытается мир, или я не знаю, размыть эту великую простую истину, которая сегодня должна быть церковью. Пусть Бог поможет нам. Давайте мы встанем для молитвы. И я хотел бы обратиться к тем людям, кто не отдавал свое сердце Господу, кто еще не знает, что такое благодать Божья. Писание говорит, каждый, кто призовет имя Господне, спасется. Если ты нуждаешься в Господе, просто подними свою руку, ты нуждаешься в Его прощении, милости, Его благодати. Если вы тот человек, кто хотел бы принять Христа в свое сердце, принять Его прощение, принять Его милость, просто поднимите вашу руку, если вы в этом собрании. Мы помолимся за вас. Дайте нам знать. Каждый, кто призовет имя Господне, спасется. Каждый. Есть в этом собрании, кто хотел бы призвать имя Божье, кто хотел бы принять прощение Божье, обратиться к Богу. Может быть, кто-то смотрит эфир нашего служения, и вы хотели бы обратиться к Богу. Я хотел бы помолиться вместе с вами простой молитвой. Давайте мы склоним наши головы и сердца пред Господом, помолимся. Отец Небесный, я прихожу к Тебе во имя Сына Твоего Иисуса Христа. Господь, я грешник, и я нуждаюсь в Твоем прощении. Прости все мои грехи. Будь моим Господом и Спасителем. Я даю Тебе мое сердце, мою жизнь. Отныне моя жизнь в Твоих руках. Веди меня в жизненном пути и сохрани меня для своего Царства. Благодарю Тебя за Твою благодать и милость и за Твой дар. Слава Тебе, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь. Давайте в Церковь еще помолимся. Господь наш, мы приходим Тебе. Господи, мы приходим Тебе нашему Богу, источнику нашей силы, источнику нашей жизни, источнику нашего упования. Господь, у Тебя милость, у Тебя любовь, прощение, Господь. И Ты не желаешь смерти грешника, но Ты, Господь, возлюбил нас и Ты даровал нам вечную жизнь по Своей милости. Не потому, что мы сделали какие-то дела, но по Твоей милости, любви и благодати, Господь, Ты избрал и призвал нас, омыл нас и очистил. Господь, омылюсь сегодня о тех людях, кто сегодня, может быть, проходит через трудности, испытания, трудности в семье, трудности на работе, трудности, Господь, в отношениях. Может быть, кто-то сражается с болезнью. Господи, мы все нуждаемся в Твоей благодати, и мы нуждаемся каждый день. Господи, пусть придет водительство Твоего Духа, пусть придет сила, пусть придет помазание, пусть придет упование, пусть придет надежда, пусть придет Твой свет, пусть придет утешение, сила и жизнь во имя Иисуса Христа, и пусть уходит страх, пусть уходит всякая депрессия, разочарование, пусть уходит всякая обида, горечь, боль, пусть уходит, Господь, все то, что держит нас и сковывает нас в служении Тебе. И помоги нам служить Тебе от всего сердца. Помоги, Господь, нам принимать Твою благодать каждый день, для того, чтобы нам изменяться, и для того, чтобы мы могли служить Тебе так, как Ты ожидаешь от нас. С полной верой, Господь, чтобы то служение, которое мы несем, оно было угодно Тебе, чтобы Ты радовался, Господь, когда смотрел на нас, на нашу жизнь, на нашей пути, во имя Иисуса Христа. Мы нуждаемся в этом. Мы просим Тебя об этом, Господь, совершив в жизни каждого из нас. Помоги нам увидеть, Господь, и переживать Твою силу и славу каждый день. И пусть те топоры, которые сегодня были потеряны, Господь, может быть, это наше служение, может быть, это отношения, может быть, это у кого-то бизнес или финансы, Господь, чтобы произошло чудо, чтобы они всплыли. И чтобы Ты возвратил нас, Господь, туда, там, где мы потеряли. Господи, чтобы Ты возвратил нас Твоим источником, чтобы Ты возвратил нас Твоему Слову, чтобы Ты возвратил нас в ту церковь, где мы родились, чтобы Ты возвратил нас тем служителям, с кем, Господь, мы начинали, чтобы Ты возвратил нас в те домашние группы, чтобы Ты возвратил нас тем молитвам и тем сильным желаниям, которые когда-то горели в наших сердцах во имя Иисуса Христа. Господь, яви Твое чудо, яви Твою силу и Твою славу. Слава Тебе и хвала. Великий наш Бог, Отец и Святой Дух. Аминь. Аминь.